Президент Вадим Красносельский сегодня проверил, что ремонтируют в Рыбнице. Первый объект – спорткомплекс юбилейный. На деньги фонда КАП вложений в этом году здесь сделали мини-футбольное поле. Сегодня, несмотря на погоду, местная команда уже играла в футбол. Как поле? По-честному. Нормальное? Хорошее? Хорошее. На поле установили металлическое ограждение и постелили искусственный газон. Президент его даже опробовал. Юбилейный главный спорткомплекс Рыбницы. Его реконструкция длится несколько лет. В этом году построили гостиничный комплекс с раздевалками, душевыми. Тут современные залы, где регулярно проводят соревнования. Сейчас как раз идет инклюзивная спартакиада «Спорт для всех». Мы как делали, так и будем делать все возможное, чтобы наши детки, взрослые люди с ограниченными возможностями были не изгои общества, как это есть в некоторых государствах. А были частью нас. Летом при центре открыли тренажерный зал. Есть теннисные столы, массажный кабинет, аудитория для лекций. Заниматься здесь могут как люди с ограниченными возможностями, так и остальные горожане. Президент посетил и Рыбнинскую грибную базу. Здесь занимается 130 детей. Самым маленьким 9 лет. Сейчас идет ремонт крыши в подсобных помещениях. Вадиму Красносельскому рассказали, для занятий не хватает катеров и силовых тренажеров. Президент взял этот вопрос на контроль. А это летняя эстрада. Капитальный ремонт завершен. По праздникам здесь проходят концерты. По будням гуляют мамы с детьми. Предполагается, что парк аттракционов откроют в день города 21 ноября. К этой же дате хотели закончить каменный знак и стелу на въезде в Рыбницу, но из-за погоды, скорее всего, не успеют. А вот это символ разливки ММЗ, знак. Он будет высокий очень. Все будет с подсветки. И сзади планируется парк. Президенту показали проект, как все будет выглядеть. Объект помогает строить ММЗ. Вадим Красносельский рекомендовал обратить внимание на благоустройство прилегающей территории, высадить больше деревьев и кустарников. Продолжение следует...